У меня читающая дочь 12 лет, читает в основном современные подростковые книжки, фэнтези, всякое, пишет Ирина. Посоветуйте, пожалуйста, что можно порекомендовать почитать ей, чтобы было интересно и полезно. В ее возрасте я, насколько помню, читала про Чингачгука, трех мушкетеров, Тимура с его командой. Ей это не читается, говорит, на зубах вязнет. Из детских книжек выросла, взросла, не доросла. Я не знаю современной литературы. Очень читающая, общающая. Посоветуйте, пожалуйста, автору еще лучше конкретные произведения. Слушай, ты меня режешь без ножа. Литературы очень много. Я не возьму на себя смелость советовать конкретных авторов, конкретные книги. Мне трудно стать на уровень 12-летнего человека. Давайте так начнем. Давайте начнем по-простому. Возьмите программу по литературе, которая преподается в школе у них. То есть то, что она обязана прочесть, исходя из того, что она сдает на экзаменах или на зачетах или на уроках. Там русская литература и зарубежная. Программу русской и зарубежной литературы нужно прочесть вам с ней вместе. Может быть, это будет лучший путь, чем она будет, скажем, искать какие-то свои вещи, которые интересуют. Может быть, фэнтези, может быть, подростковые фэнтези, еще какие-то вещи. Роман о любви по досковом возрасте. Не знаю, что еще. Может интересовать ребенка 12 лет. Но давайте-ка попробуйте пойти этим путем. Возьмите список литературы, необходимый для прочтения в ее классе, в программе изучения литературы русской, литературы зарубежной, а также истории. Там же истории еще есть. И там тоже можно кое-что почитать. И вот эти вещи нужно прочесть не вместе. Ну или как-то чуть-чуть вместе. Или обсудить. Прочесть обоим, обсудить все вместе. Объем книжек, написанных в современном мире, он настолько велик, что проанализировать, промониторить его нет физической возможности. Но совершенно верно, что есть школьная программа, которая дает перечень книжек, непременно требуемых прочтения. Давайте этим займемся. Я думаю, это будет выход. Ведь Евгения Онегина, например, не считают дети не потому, что неинтересны, просто потому, что никто не раскрыл им красоту этого текста и смысл этого произведения. Это тоже касается, не знаю, Жуковского, Бунина, Тютчева и всего остального. То есть наша программная литература, она ведь на самом деле интересна. Только нужно постараться в нее вникнуть. Вот я смотрю, как с упоением, например, дети читают Белую Гвардию Булгакова. Или, скажем, Герой нашего времени. Казалось бы, чего ради? Молодежь 21 века. Нет, интересные. Интересные. Ну, не всем интересно, но интересно. Вот если вдруг погружение происходит, начинается откровение нового мира. Поэтому я думаю, кстати говоря, еще вот что добавлю. Что есть много, ведь 19 лет эта уже девочка созревает, лирической поэзии. Лирической поэзии, например, Ахматова. Что-то такое под лупой, рассмотренное Уцветаевой. Не такое хлыстовское, безбашенное такое, а такое лирическо-нежное, такое молодое, такое свежее, безгрешное. То есть любая лирическая поэзия, что касается любви, пробуждения новых чувств в человеке, то есть в это время нужно поэзию читать. Не фэнтези, конечно, а поэзию. Поэтому, резюмируя, мой совет такой. Просмотреть программу школьную и найти там ту литературу, которая непременно нужна для прочтения. И прочесть ее хотя бы частично вместе с вашей девочкой. А также попробовать почитать стихи. Идти на ее поводу, читать ту литературу, которую читает она, думаю, не надо. Думаю, не надо. Ну вот, пожалуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...